На следующей неделе в школах прозвенит последний звонок. Как будут проходить экзамены, где смогут отдохнуть наши ребята на летних каникулах и какие изменения ждут школу в следующем учебном году, спросим у нашей гости. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Задать вопрос гостю студии можно прямо сейчас. Номер телефона в Гомеле 77 68 45. Жанна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Учебный год на исходе. Скажите, чем он запомнился лично вам? Какими событиями, какими интересными фактами, какими победами учеников и педагогов он был ознаменован? Очень хороший вопрос. Конечно, любой учебный год – это итог работы в маленькой, большой или школе. Итог работы педагогического коллектива, итог работы детей. Их маленькие и большие успехи и неуспехи. Ну, а нам, руководителям системы образования областной вертикали, конечно, учебный год мы подводим по победам, которые значимы для нас на уровне республики, на уровне области. Уходящий учебный год для нас очень важен темой. Мы гордимся победами ребят на международном уровне по математике и информатике. Здесь хотелось бы сказать, это уже традиция и хорошая традиция сказать огромные слова благодарности учителям и ребятам с 51-й гимназии. Я для экономии времени не буду уже называть их фамилии. Средняя школа номер 30, которая принесла в копилку более 10 побед на различных мероприятиях международного уровня. Мы очень гордимся сегодня победами педагогов наших учреждений дополнительного образования детей и молодежи на республиканском конкурсе, где мы имеем награды. Второе и третье место – это педагог из Наровли и педагог из Светлогорска. Мы гордимся нашими успехами на творческом конкурсе «Здравствуй, мир», где мы лидируем в республике. У нас очень много в области талантливых людей. Таланты 21 века и так далее, и так далее, и так далее. То есть перечень этот большой. Есть чем гордиться. Но, как всегда, подводя итоги, в любом деле есть плюсы и минусы. И, конечно, на страничку минусы, на страничку проблемы мы, анализируя итоги учебного года, составили уже большой список тех задач и проблем, над которыми нам очень много нужно еще работать. В общем-то, так. Спасибо за ответ. Спасибо, что вы сразу обозначили, скажем так, направление беседы. А я хочу сказать, что уже на первых минутах передачи к нам поступил телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. 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 Мы вас слышим. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и каков ваш вопрос? Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Меня зовут Елена. Очень приятно. Я хотела бы уточнить. У меня сын в этом году заканчивает 9 класс. Так. Возможно ли ему посещение пришкольного лагеря в июле месяце? Вот такой конкретный вопрос. Спасибо, Елена. Спасибо за ваше активное участие в программе. Вы знаете, это действительно очень такой интересный вопрос, нетрадиционный, потому что через 2 дня заканчиваем учебный год и начинается здравительная кампания. И я так предполагаю, что наша телезрительница, она хочет уточнить, как быть. Потому что учащиеся 9 классов, они обычно, уходя из школы, как бы лишаются права посещения пришкольных лагерей. Так вот я хочу сказать, уважаемые телезрители, что сегодня любой 9-классник после сдачи экзаменов за курс базовой школы может посещать пришкольный лагерь. И более того, может посещать пришкольный лагерь не только вот в своей школе, а у нас создаются и межшкольные лагеря, и поэтому эта проблема решаема. Необходимо только обратиться с заявлением по, в данном случае, к руководителю учреждения образования. Как давно педагоги работают по такой системе? Это уже несколько лет или это новшество этого года? Нет. Мы несколько лет, последние 5 лет, мы, получив и опрашивая наших родителей, детей, мы поняли, что сегодня 3 месяца, летних месяцев, очень сложно решать проблему занятости детей. И поэтому пересмотрели графики работы учителей, графики отпусков учителей и разделили, конечно же, по согласованию с учителями. Это дает возможность сегодня организовывать летние здравительные площадки, лагеря не только в июне, но и в июле, в августе, получая обратную связь от родителей. Видим, что это действительно очень удобно и это нужно детям и родителям. Жанна Анатольевна, это очень здорово, что образовательная система настолько гибко и так, ну скажем, прислушивается к мнению родительскому. Это очень важно. Думаю, что какой-то похожий вопрос, ну может быть телезритель или телезрительница отметит еще какие-то стороны системы образования. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вас зовут? Елена. Город Гомель. Очень приятно. Пожалуйста, ваш вопрос. Мой ребенок оканчивает 4 класс. Мы хотим продолжить обучение в 5 классе гимназии. Что для этого необходимо нам сделать? А он заканчивает 4 класс в гимназии? В школе. Нет, в школе образовательной школы. Все понятно. Спасибо. Спасибо, Елена. Спасибо. Это тоже вопрос актуальный. И сегодня нужно сказать, что вступительные испытания в гимназии, 5 класс гимназии, начинаются со 2 июня. Они будут проходить 2, 5 и 7 июня. Ребята должны сдавать экзамены вступительные по математике, русскому и белорусскому языку. Необходимо обратиться с заявлением в гимназию. Конкурс у нас в гимназии, в 30 гимназий вообще в области, в городе Гомеле и в Польше. Больше, я имею в виду, не одна гимназия на район, как у нас, в общем-то, организован этот процесс. Поэтому сегодня нужно подать заявление, явиться на вступительное испытание. И сразу хочу обратить внимание всех родителей. Все задания, которые раздаются детям, вскрываются конверты, задания разрабатываются Министерством образования. Единое задание по всей республике. То есть это не придумка администрации школы и педагогов? Да. И это, значит, сегодня мы можем говорить о том, что иногда бытует мнение, вот, понимаете, сегодня директор школы, директор гимназии решает там проблему. Единый билет, единое задание, единое время вскрытия конвертов. Поэтому все находятся в разных условиях. Единая подготовка учеников. Единая подготовка учеников, да. И понятно, что резервный день есть для тех, кто не смог явиться, это 10 июня. И еще хочу обратить внимание, каждый год из стен гимназии по разным причинам, с 6 по 10 класс, выбывают учащиеся. Переехали в новый район, в другой город, еще какие-то проблемы. Поэтому я обращаю внимание всех, что объявлен Министерством образования дополнительный набор всегда в августе. С 21 по 25 июня желающие поступить в гимназию, те, кто не обучался там ранее, могут сдавать экзамены. Тоже разрабатываются задания. Поэтому вопрос актуальный. Спасибо большое за полный ответ. Жанна Анатольевна, вот программу мы начали с победы и достижений. Это всегда очень приятно. Но победы и достижения – это не все. Дело в том, что конечный результат обучения – это единство процесса и результата обучения. Накануне наши корреспонденты изучили эту тему. И давайте смотреть сюжет. 56-я гумельская гимназия – не только самое большое учебное заведение среди гимназий и лицеев региона. По результатам прошлого года она занесена на областную доску почета. А в следующем учебном году гимназия может войти в историю еще и как первое заведение среднего образования гумельской области, где будут изучать китайский язык. Причем не на факультативных занятиях, а по школьной программе. Принципиальное решение принято. Осталось уладить вопросы, которые обычно относят к категории рабочих. Китайский, как, впрочем, и изучаемый в гимназии английский для выпускников, может стать хорошим подспорьем. Тем более, что в старших классах каждый из них уже точно знает, кем хочет стать. Учняющиеся определяются, какое сочетание предметов им нужно. Например, самая востребованная на сегодняшний момент у нас гимназия – это химико-биологическая, физико-математическая. И тот, кто гуманитарий, он идет в филологические классы, больше выбирает. Даже при том, что все выпускники 56-й гумельской гимназии обязательно поступают в высшее учебное заведение, 11-ти классница Майя Гулина среди них явно выделяется. Не только потому, что в прошлом году победила на Республиканской Олимпиаде по обществоведению, а в этом стала лучшей на областном этапе. Майя твердо решила стать дипломатом. В администрации гимназии уверена, что для этого у нее есть все возможности. Неизвестно, покорит ли она в будущем такие вершины, как ее знаменитый земляк Андрей Громыко. Однако первый шаг в этом направлении гомельчанка сделает. Я планирую поступить в Белорусский государственный университет на факультет международных отношений. В перспективе у меня работа консулом в посольстве и в дипломе у меня будет прописано, что я специалист по международным отношениям. Кузница мастерства, красоты и хорошего настроения в Гомельском государственном профессионально-техническом колледже бытового обслуживания позиционирует себя именно таким образом. Именно здесь готовят будущих парикмахеров, мастеров маникюра и художников-модельеров. Хотя многие из них специалистами могут назвать себя уже на стадии обучения. Принципиальная политика администрации колледжа – участие во всех престижных конкурсах. Недавно с победой вернулись с международных Невских берегов. Сейчас готовятся к Минскому вернисажу. Конкурсы делились на многие номинации. Номинации были такие, как фигурный выстрик волос, хайр-тату. Наши учащиеся занимали второе место в статусе юниора, первое место в статусе учащегося. И, соответственно, другие номинации, такие как прическа дневная, прическа вечерняя. Победы в конкурсах всегда приятны. Однако в Гомельском колледже бытового обслуживания – это не самоцель, а один из элементов трудоустройства выпускников. На следующей неделе у них состоятся госэкзамены. Однако с рабочими местами многие уже определились. Полина Голомазова даже выбирала из нескольких предложений. В результате, еще до получения диплома, стала работать в одном из самых престижных салонов Гомеля. После конкурса всех мне поступало много предложений со всей Белоруссии, даже за пределы Белоруссии. И как бы я посоветовалась со знающими людьми и как бы выбрала один из лучших салонов Гомеля. Вот и пошла туда работать. Театр моды, студия четырех стихий – еще одна гордость Гомельского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания. Причем его участницы не только выступают, но и проводят мастер-классы. Если учишься тому, что действительно нравится и к чему есть способности, уже в таком возрасте достичь можно многого. И в любом случае гарантировать себе достойное будущее. На сегодняшний день у нас стопроцентное трудоустройство. Наши выпускники востребованы, особенно участники и, конечно же, победители в первую очередь, конкурсов по профессиональному мастерству. Это конкурсы республиканского и международного уровня. Наши выпускники, призеры, имеют возможность выбора. То есть они могут выбрать парикмахерскую, тот салон, где будут предоставлены наиболее выгодные условия для их труда. Потому что в своем штате всегда выгодно иметь призеров конкурсов. Это показатель престижа. Уважаемые телезрители, вы смотрите «Диалог» у нас в гостях. Заместитель начальника управления образования Гомельского облсполкома Жанна Анатольевна Жданович. Жанна Анатольевна, если судить по тем учреждениям образования, которые мы видели в сюжете, то у учеников, которые проявляют старания в учебе, у них большие перспективы. Для них открываются все двери. Я так понимаю, что это и есть одна из целей системы образования – давать перспективу молодым людям. Да, вы абсолютно правы, Елена. Потому что сегодня ведь главная задача любого учреждения образования – это дальнейшее жизнеустройство ребенка, выпускника. Да. И каждому из нас, каждому члену общества важно правильную профессию выберет он душой, с любовью будет он относиться к этой профессии. Как он будет работать и качество его работы на любом месте. В сюжете здесь представлены две грани. Гимназия. Здесь я хотела бы прокомментировать, что сегодня выпускники, не только гимназии, а выпускники школ, 32 выпускника школ, которые стали дипломантами, победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады, они уже сегодня студенты престижных учреждений высшего образования. И вторая параллель – это выбор рабочих профессий, это получение профессии в учреждениях профессионально-технического образования. Сегодня конкурсы, 3-4 человека на место в ряд учреждений нашей области. У нас замечательное учреждение профтехобразования, 11 по 110 специальностям. Сегодня 110 специальностей могут выбрать ребята сегодня для того, чтобы поступить и получить профессию. И, конечно, действительно очень важно получение первого рабочего места. Ну вот 4750 выпускников этого года учреждений профтехобразования. Почти все на сегодняшний момент, почти все завершается работа по трудоустройству. Еще десятка человек уже знают, где они будут работать. Поэтому очень важно при получении профессии, при получении образования школы, это гимназии, лицеи, или это учреждения профессионально-технического образования, помочь ребенку ориентироваться. Этому подчинено у нас и профильное обучение, этому подчинено профориентационная работа, этому подчинено, если перебросить мостик летней занятости. И новый наш проект, который с прошлого года реализовывается вместе с областным межведомственным советом по профориентации, это профориентационные лагеря, где ребята могут не только летом отдыхать, но и пробовать себя, пробовать себя и возможности в профессиях. И не просто прийти на экскурсию, а попробовать что-то сделать вместе с теми, какие предприятия, организации будут организовать. Мы эту деятельность развиваем дальше. Опять-таки, возвращаясь к главной задаче – жизнеустройство и правильный выбор профессии. Общество от этого только выиграет, если каждый получит профессию по душе. Согласна с вами. И не потеряет время общество и ребенок в частности. Жанна Анатольевна, в управлении стекается вся информация о работе всех учебных учреждений. От учеников, от педагогов, от родителей учеников. И, к сожалению, наверняка не обходится без критики, без каких-то замечаний. Потому что наверняка в образовании, как у нас принято, как и в футболе, как и в политике, разбираются все. Правда? Скажите, пожалуйста, а вот часто ли приходят с похвалой, с добрыми отзывами, с благодарностями? – Я очень благодарна вам, Елена, за этот вопрос. Потому что, действительно, вы абсолютно правильно подметили, чаще всего критикуют. Чаще всего… Вот я приведу простой пример арифметический. 445 обращений поступило в управление образования за прошлый год, календарный, 16-й год. 440. Из них со словами благодарности только 22. Но нас они очень радуют. И мы сегодня искренне благодарим вас, уважаемые родители, за то, что вы находите возможность, и у вас есть желание высказать слова благодарности своим учителям. Не своим учителям, а учителям, которые учат ваших детей. Слова благодарности школе. Это очень важно, поверьте, потому что учительская профессия, ну, профессия, которая затрагивает душу. Поэтому любое приятное слово, которое сказано учителю, это тоже здорово. Я хочу сразу сказать, что требования нашего начальника управления Сергея Ивановича Порошина обязательно отследить после присланных этих песен благодарностей, отследить, каким образом дошли эти слова непосредственно до учителя, кому они были адресованы, доведены публично. Потому что сегодня нужно показывать коллективам наших родителей, что сегодня есть такая возможность выражения благодарности простым письмом на имя начальника управления, на имя директора школы. Жанна Анатольевна, я хочу сказать, что вот добрых отзывов, их намного больше, просто не каждый напишет. А любой в приятной беседе теплым словом вспомнит своего первого учителя и всех учителей остальных предметов, вплоть до 11 класса. Поверьте мне, нет ни одного человека, который бы сказал, что плохие учителя. Я в этом уверена, Ирина. Вот абсолютно точно. Да, я в этом уверена. Жанна Анатольевна, ну есть вопрос, который сейчас на повестке дня, скажем так, во многих семьях даже. Как вы относитесь к инициативе и как в Гомельском управлении образования относятся к инициативе начинать учебный год в 9, простите, учебный день в 9, а не в 8 часов? Какие отзывы гомельчан? Они у нас активные, гомельчане. Активные. И следует отметить, что много поступает сегодня звонков. Но мне хотелось бы обратиться сейчас ко всем родителям, ко всем тем, кто нас сегодня видит и слышит. Уважаемые родители, мне очень хочется вас успокоить и сказать следующие слова. 25% школ в Гомельской области десятки лет работают, начиная учебное занятие в 9 утра. Примеры можете привести буквально? Примеры сельских, школ и городских. Ну, как бы перечень огромный. У нас, да, свыше 500 учреждений образования. С 9 утра это заложено в санитарных нормах и правилах. Преимущественно, опять-таки, исходя из заботы о здоровье детей. И к 1 сентября, я смею вас заверить, что ни в одном учреждении образования, не получив обратной связи от родителей, законных представителей, не посовещавшись, не выяснив, кому как удобно решать эту проблему, не будет вот так рощерком пера решен вопрос о едином начале занятий в 9 утра. Поэтому, пожалуйста, давайте успокоимся. Эта тема абсолютно не должна волновать с точки зрения того, как будет ребенок добираться в школу. У нас в сельских школах, у нас организован подвоз двумя остальными автобусами детей. То есть решается эта проблема и в населе, и в городе. И в следующем учебном году, к 1 сентября, она будет решаться дифференцированно. Поэтому проблемы как таковой, вот я скажу прямо сегодня, ее как бы и не существует, потому что в 9 утра очень многие школы занимались и раньше. Ну вот как раз и нет пока еще ни одного звонка с аргументами по этому вопросу. Возможно, они появятся. Уважаемые телезрители, 77 68 45 номер нашего телефона. Пожалуйста, вы еще успеете задать ваш вопрос. Жанна Анатольевна, какие варианты оптимизации учебного дня школьников и педагогов сегодня существуют? Это продолжительность уроков, переменок так называемых. И какие из вариантов оптимизации заслуживают внимания? На что вы обращаете внимание? Вы знаете, организация образовательного процесса в любом учреждении образования строго регламентирована в санитарных нормах и правилах, где четко и ясно прописано, сколько должен быть перерыв между занятиями, во сколько вариативно могут начинаться учебные занятия, определяет порядок организации, исходя из существующих норм, учредитель и директор учреждения образования в данном случае. Это прописывается в уставе. Поэтому в данном случае, если это учреждение образования с одной сменой обучения, значит, здесь решается вопрос. Начало занятий, к примеру, я говорю, в 9 утра обеденный перерыв, 20 минут перерыв для обеда. Дети, которые идут в группу продленного дня, там тоже четко регламентировано время. То есть, вы знаете, сегодня при условиях интернета, сегодня каждый родитель может кликнуть санитарные правила и нормы, требования к организации образовательного процесса в первых, четвертых, в старших классах и получить полнейшую информацию. И убедиться. И убедиться, и, в общем-то, проконтролировать, как это часто бывает, и, наверное, это правильно проконтролировать, директора школы, как выполняются эти санитарные нормы и правила в организации образовательного процесса. Поэтому здесь, опять-таки, исходя из запросов, исходя из требований норм и исходя из ситуации, если это дальняя сельская школа, если это городская школа с двусменным режимом работы, значит, нужно обязательно предусмотреть перерыв между пересменкой, чтобы можно было провести санитарно-гигиенические условия. То есть, все очень индивидуально дифференцировано. Эти все вопросы решаются непосредственно директором школы. Это, правда, здорово. Вот еще один довольно актуальный нюанс. Я думаю, что в правилах СанПИН не прописано, какое время отведено на пользование учениками, на работу учеников с мобильным телефоном и гаджетами. Вот скажите, пожалуйста, как у нас в школах, есть ли какие-то вообще правила принятые, положительный опыт существует ли? Вы знаете, это вызовы времени. Вызовы 21 века, неизбежные вызовы. И ничего здесь не сделают. И ничего мы здесь сделать не можем. Мы должны, так сказать, принимать их и правильно реагировать. Потому что системой запрета и решения каких-то вопросов резких движений, как мы говорим, требований, мы проблему не решим. Да, действительно, существует проблема. И мы прекрасно понимаем, что сегодня, отправляя ребенка в школу, каждый родитель хочет иметь связь с этим ребенком. Решают эту проблему очень просто учителя начальных классов. Почему? Потому что целый день с детьми, детям не разрешено пользоваться мобильным телефоном. И я думаю, что согласятся и педагоги, и родители, что чем меньше ребенок сидит и занимается с гаджетами, тем лучше для его здоровья. А в школе, естественно, отвлечение. Очень часто наблюдаем картинку, приходя в школу, когда перерыв, дети должны побыть на воздухе, дети должны покушать, дети должны где-то что-то повторить. А ребята бегом несутся, сломя голову в столовую, затем прибегают в душный класс и сразу бросаются гаджетом. Особенно это касается детей подросткового возраста, и старшеклассников, да и малышей, что греха таить. Поэтому в данном случае документ о том, как будут решаться вопросы пользования мобильными телефонами, он, скорее всего, будет в данном случае разработан и учтем, исходя из ситуации. А учителя и руководители учреждения образования настоятельно рекомендуют родителям, где это возможно, не давать с собой мобильные телефоны, планшеты, то, что появилось у детей. А на уроках регулируют эту ситуацию самостоятельно, для того, чтобы решать проблему. Потому что, согласитесь, это мешает организации образовательного процесса. Абсолютно точно. Уважаемые телезрители, мы по-прежнему ждем ваших телефонных звонков. 77 68 45 номер нашего телефона. Пожалуйста, об образовании говорим мы сегодня с Жанной Анатольевной Ждановичем. Жанна Анатольевна, у нас не очень много времени остается, поэтому, а вопросов много, хочется о многом узнать. Поэтому немного статистики и тезисно. Вот буквально считанные дни отделяют нас от приближающегося лета, и это, наверное, очень здорово. На следующей неделе прозвенят последние школьные звонки. Скажите, а сколько человек выпускают в эту жизнь школы в этом году? Количество выпускников как из девятых классов, так и из одиннадцатых классов, в принципе, остается на уровне прошлого года. 8 711 классников и 14 000 девятиклассников. В принципе, порядка 14 000 девятиклассников. Количество одинаковое. Ожидаем прием в первые классы чуть-чуть меньше, на 150 человек меньше, чем было в прошлом году. Это 16 300. До десятка подсчитали. Да, подсчитали. Но это, естественно, прогнозы. Они меняются к началу учебного года. Но и то, что касается выпускников, у них начинается пора. Очень горячая экзаменационная пора. Поэтому изменений никаких нет. Экзаменов те же девятые классы сдают экзамены. Три экзамены. Учащиеся одиннадцатых классов сдают четыре выпускных экзамена. Экзамены проводятся по текстам Министерства образования, которые объявляются по телевидению. Одним словом, как бы изменений нет. Есть единственное изменение, касающееся вступительной кампании. Так, это тестирование вы хотите? Тестирование, да. Да, пожалуйста, пожалуйста. Сказать о централизованном тестировании. Ребята имеют возможность, выпускники имеют возможность в этом году сдать четыре экзамена. Но я хотела бы обратить внимание телезрителей, большое внимание, подчеркиваю, на тот факт, что первого июня заканчивается регистрация на централизованное тестирование. Почему обращаю на это внимание? Потому что, как ни парадоксально, каждый год у нас есть ребята, которые один, два, три человека, которые забыли зарегистрироваться. Мне кажется, из каждого утюга трубят о том, что... Да, да. То есть, и получается, что сегодня сам ребенок, в общем-то, закрыл себе дорогу для поступления. Как минимум в этом году. В этом году, одно знаю, сделать ничего нельзя. Второй момент, на что хотелось бы обратить внимание, в этом году постановлением Министерства образования значительно расширен перечень специальностей, куда будут поступления медалистов по конкурсу. Мы ожидаем большой конкурс даже между медалистами. Это буквально 29 наименований. Ну и наши педагогические классы, профильные педагогические, это 80 человек, они будут поступать без экзаменов на педагогические специальности, и чему мы тоже очень-очень рады. Вот, в общем-то, то, что касается вступительной. Большое спасибо, Жанна Анатольевна. Ждет наш телезритель на линии телефонной, поэтому говорим ему «здравствуйте» и слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. 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 Добрый день, Жанна Анатольевна, уважаемая. Скажите, пожалуйста, если получится ввести детей к 9 утра первоклассников или начальную школу в школу к 9 утра, то продумываются ли вопросы, как мамам, которые должны провести ребенка в школу, им нужно попасть на работу к 8 утра? Как здесь быть? Если мы в садик ребенка, допустим, привозим в 7-15, и как нам быть? Большое спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Да, конечно, эти вопросы продумываются. И, как я уже сказала в начале, сегодня в каждой школе будет решаться проблема. Если нужно оставить, и сегодня есть такие примеры, когда маме нужно рано уйти, значит, раньше уйти на работу, а ребенка оставляют, у нас есть дежурные группы, где будут работать педагоги с вашими детьми. Ребенок без присмотра не останется, в этом я вас заверяю. Важно, чтобы это было в каждой школе. Конечно, и поэтому идет опрос, и будет опрос родителей, и по запросу родителей будут решаться эти вопросы. Жанна Анатольевна, для нашего выхода в народ мы на этот раз выбрали вопрос, где лучше отдыхать школьникам во время летних каникул. Внимание на экран. У нас же много хороших оздоровительных детских санаторий. Вот у меня, например, сестра работает в 44-й школе, она сейчас повезла детей на оздоровление под Могилев, в санаторий. Загородные лагеря спортивные, ну или школьные. Я поехал бы летом в деревню, в Дубовицу. Почему именно туда? Там весело, там много детей, там можно где погулять. В каких-нибудь лагерях, где много сверстников, с которыми можно пообщаться детям. Какие-нибудь познавательные, чтобы они там с пользой проводили время. Море самый хороший отдых, потому что воздух соленый, благоприятно действует на организм, иммунную систему полностью. Ну а какие еще места? А вообще доступные места, которые родителям в данный момент доступны, там по финансам. У нас же в Беларуси очень много интересных баз, отдыха. Почему нет? Можно на море вывозить, Украина, рядышком. Вот в Топсе дети наши ездят, там Беларусь замечательные. В каких-либо лагерях, санаториях, так как помимо свежего воздуха, также имеются различного рода процедуры и развлекательные программы, это всегда интересно детям. В заведениях, где могут быть детские развлечения, чтобы за ними смотрели. А за границу вывозить? Ну нежелательно. Как сейчас слышно, что и там конфликты бывают, и там аварии. Здесь лучше. Почему? Ну почему, как говорится, где родился, там сгодился, и перемены климата не будет. Стресса для организма детского не будет, потому что, как бы ни было, любой детский организм реагирует на другой климат, на другой, и не всегда это благоприятно. Только не по школам. Это не отдых, я вам честно скажу. Когда в школе вот этот вот получается лагерь, и ребенок в школьном лагере, он не отдыхает. На речку с родителями, на дачу, как-то на море съездить. Как раньше были оздоровительные типа пионерских лагерей, когда и одну, и две смены даже могли бы там находиться дети. Но без государственной поддержки, частным образом, вряд ли это все будет продвигаться. Это должна быть какая-то государственная программа. Жанна Анатольевна, мы услышали рассуждение взрослых гомельчан по вопросу оздоровления детей. Скажите, а какие у ребят в Гомельской области есть возможности оздоровления? Возможности, они всегда, в каждый год, они в принципе одинаковые. Это правильно сказали. Это 1070 пришкольных лагерей. На 25 мы увеличили количество лагерей труда и отдыха, где дети могут поработать. Это загородное оздоровительное. Вот Гомельчанка сказала о том, что были загородные лагеря пионерские. Они есть загородные. 9 загородных оздоровительных лагерей в Гомельском районе, в Светлогорском районе. Решаются эти все проблемы через учреждения образования. Также я хочу обратить внимание родителей, что необходимо обращаться и на предприятия, где можно решать вопросы. И ребенок, если он оздоровился вместе со школьниками, одноклассниками, оздоровился уже в течение учебного года, он может получить еще путевку по месту работы родителей и решать вопрос с оздоровлением в наших лагерях. Поэтому возможностей очень много. Согласна с тем, что пришкольный лагерь, да, но тем не менее сегодня это возможность быть спокойными за детей родителям, которые работают в летний период. Абсолютно с вами согласна. Жанна Анатольевна, и в финале программы я хочу спросить, что бы вы хотели пожелать ученикам и их родителям в финале учебного года? Да. Пожалуйста. Самое главное пожелание, уважаемые родители, педагоги, ребята, самое главное пожелание в преддверии лета – сохранить здоровье и жизнь каждому ребенку. Сделать так, чтобы отдых был интересным и насыщенным. И помнить всегда о том, что семья и школа – это вещи неразделимые. Как в хорошей семье ребенку нужны мама и папа, так и в воспитании и развитии каждого ребенка. Мы должны вместе за руку семья и школа, педагог и родители работать над тем, чтобы наш малыш, вырастая и выпуская из стен школы, стал полноценным гражданином замечательной республики Беларусь. Жанна Анатольевна, прекрасные слова. Завершите программу, разрешите. Всем телезрителям я хочу сказать, что заместитель начальника управления образования Гомельского облсполкома Жанна Анатольевна Жданович сегодня была у нас в гостях в студии. Спасибо, уважаемые телезрители, вам за внимание. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok